Привет, друзья! И в какой-то момент вам может показаться, что то, о чем снят этот бэкстейдж, вы уже видели в выпуске про блокировки на Джимне. Но, как вы помните, канал бэкстейдж это канал для своих, для семьи, так сказать. Поэтому сегодня вы увидите все то, что осталось за кадром, все то, что нам, может быть, даже было стыдно показывать в том маленьком, красивом и пафосном ролике. Поехали! Я думаю, вы узнаете это святое для инфокара место. Мы здесь уже лет, наверное, 10 тестируем все, у чего есть клиренс или полный привод. И сейчас нам надо здесь разобраться в отличиях в поведении машины с блокировками и без. И чтобы было интереснее, мы пригласили своего, так сказать, коллегу, у которого точно такая же машина. И даже там же, где и нам, ему поставили блокировку только, правда, одну, но ему уже лифтанули тачку с Oldman Emo. Саня! Здорово! Вы знаете Сашу Лепоту по каналу Ведро, скорее всего, но сейчас у него еще есть новый канал It's a Good Trip. И в то время, как наш Джимни простаивает на всяких тюнингах или пока Ярик на нем ездит в Коростень, Саня ездит, ну если не по всему миру, то по всей Украине. И по Европе. Ссылочка на его канал будет в описании, если вам интересен Джимни и не только его доработки, а еще и то, насколько он суперкомфортный на трассах. Семейный. Подписывайтесь. Так что, насколько было дискомфортно ехать в Европу? Ты знаешь, лучше, чем я себе планировал. Главная проблема какая была? Проблем нету. А то сейчас скажут, опять хвалят свой Джимни, засрали всю ленту. Так я неадекват. Я не скрываю, я хвалю свой Джимни. Ребята, сорян, ничего нового не будет сегодня. Ну, кроме разве что плова или что мы будем делать? Это секрет. Мы попросим Сашу унизиться немножечко и отключить блокировки. Можешь включить свой увеличенный дорожный просвет. Человек, тебе ничего не поможет. Даже если я отключу блокировки, а я их даже и не включал, и не планирую, в принципе. Гоу. Тогда я за тобой. А, нет, ты же не знаешь маршрут, где можно перевернуться. Да, вот мне надо, где не нужно переворачиваться. Продолжение следует... 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 Играет музыка Можно обратить внимание, что родная электроника у Саши пытается время от времени притормаживать проскальзывающие колеса И все это типа как правильно и будет хорошо работать на диагонали где-то в камнях Но в песке за счет этого получается потеря инерции И не хватает как раз мощности в нашем маломощном джиме, чтобы заскочить наверх горки Только прикол в том, что я здесь теперь стал, надо тебе было дальше чуть-чуть Ну давай, я откачусь Сейчас, да, придется Слышишь, а у тебя воняет в машине? Ну чуть-чуть есть, ты же катаешься Я говорю, вот это стремное место Но видимо потому, что грунт хороший сейчас, то очень легко получается Или за счет блокировок Играет музыка Играет музыка Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас спущусь здесь и попробуем подняться там вверху. Кстати, я даже не знаю, там еще была одна поприкольнее место. Слышь, ну тоже нормально. То есть, по сути, чувствуется... Не, ну слушай, здесь просто это не препятствие. Блоки будут, смотри, передняя блока будет понятна. Когда ты задом встал на лед или уже в ил какой-то. И спереди у тебя какой-то зацеп или вывешено колесо. Ну тогда полуось на нем порвать. Это тупо лучше залебедиться. Поэтому, ну на самом деле здесь передняя... По-любому надо из каленой стали сразу заказывать. Я нашел уже. Полуось. Сколько денег? Они, по-моему, там 200 долларов комплект стоят на Амазоне заказать. Хорошо. Тогда главный вопрос. Когда ты ставишь блокировки, меняешь полуоси, что начинает рваться дальше? Хороший вопрос. Мне рассказывали, но... Но это с момента мой мозг почему-то решил выпустить из внимания. Мне кажется, раздатка на очереди. Хотя, слушай, ну тут все старое, проверенное. Японское, олдскульное. Иногда даже кажется, что слишком олдскульное. Сзади не рвется ничего. То есть при нормальной эксплуатации даже АРБ говорит, что менять полуоси не надо. Мы задавали вопрос специально. Они говорят, не надо. Спереди, ну я видел, даже на драйве ребята заказывали. Так, ну я давай, я пытаюсь вниз повернуть. Мне кажется, пора тебе стопе сделать. Стопе? Ну стопе так стопе. Давай доставай. Подожди, подожди, сейчас. Я тебя подстрахую. Давай назад чуть-чуть. Это должно помочь? Ну я сильный вообще. Страховочный элемент. Все, теперь вперед. Спасибо. Ты смотри, чтобы тебя не привалило джимника. А я вот. А то джимник-то чинится, слушай, Саня. Вот мне уже не нравится. Не надо, ты оторвешь туху. Можно же так делать. Ой. Сорян. Выворачивай, все, уже спокойно. Все. Спасибо. Следуй. Саня, запомнил последовательность действий? Значит, упираться не в багажник, упираться в ливнестоки. И спокойненько. Я ему перевернуть человек на ту сторону, если бы захотел. Саня, у тебя есть сверху багажник. Да, у меня сверху багажник, поэтому будет чуть тяжелее держать. Но ты парень сильный. У тебя черный пояс. Да. Сложи зеркала. На фоне всмятого кузова, это, конечно, мелочь, но экономия 50 долларов лишняя. Можно не ехать. Ну, Саня, единственное, я могу гарантировать, мы в пятером... Поднять ее сможем. Мы ее обратно на колеса поставим, если что. АТ-шка, да, типа? Не, не. Ну, и шо? Право руль? О, да, вправо, вправо, только не... Серь. Теперь вперед! Слушай, у меня там игрушек полный, багажник. Что там болтыхает? Держишь? Да, только руль сразу уже вправо уводи. О, нормально. Давай, давай, давай. Опа! Ну, чтобы ты понимал, вот я сейчас ощущаю, что мы ее просто держали. Так я тут же самое ощущал. Нормально. Надо быть аккуратными. Вот такое делать точно нельзя, когда весь вес машины на одном переднем колесе, и там еще и блокировка. Вот это смерть полуосям. Это сто процентов. И не факт, что у меня теперь 4 на 4, 3 на 4. У меня такое уже было, я на Ниве остался, на моноприводе. Есть еще одно место, тут горочка такая крутая. Ну, либо на эту, кстати, можно позаезжать. Тут уже такое, снимется, не снимется. Типа сразу в дерево? Направо, налево? Не, поехали. Вот на самом деле, смотри, вот здесь подняться, это вообще пи***. Здесь надо, не, тяжело, здесь надо зигзагами ехать. Привидение завелось в моем датчике температуры коробки. А ну иди сюда, Сань. Смотри, он показывает температуру, хотя не подключен. 40 градусов. Это он твою показывает. Он показывает температуру под капотом. И вот это интересно. Сейчас увидишь, где датчик расположен. Вот он. Офигеть. То есть в этом культе уже 40 градусов. Мы его вставим в коробку потом, ну, когда будет время. А давай его затестим, наверное. Да, затестим, конечно, в этом, в костре. Охрана отмена. Блин, реально, чувак, я не знаю, я без блок не заеду, походу. Слушай, ну, ландшафт меняется, сорян. Я тут уже не был пару месяцев. Ой. У меня, кстати, проблема постоянная. Вместо задней нейтралочку включаю. И где-то на спусках это чревато. Фух. Я не знаю, что происходит. Субтитры подогнал «Симон» 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 а дальше или лебедочкой а ты хочешь сказать что все не но я сейчас на блоке еще попробую ну послушай надо ради спортивного интереса как можно дальше доехать без лебедки давай ладно а проходит там есть справа место слева уже в упор без блоки было понятно куда я доехал теперь время задней блокировки но это ни хрена себе существенно дать разница есть блока решая она прям тащит я тебе честно скажу если пьяния засалы не чуть-чуть бросил здесь потому что это то может но там дальше некуда так открыл сами но открывай стекло и вылазь да 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 то давай мы тебя вытянем да зачем ты думаешь такие большие окна в жиме там уже точно своим кодом не вы туда а ты побуксовать не хочешь чуть-чуть влево руль повернуть только влево влево руль поверни чуть-чуть все дальше не крути его и теперь а теперь поворачиваю влево с к вращения влево влево все не надо да все все ну что назад теперь ты смысле назад так мы же лебедкой а ну как куда ты здесь выйдешь я просто трюк мы сейчас не достал лопату откапываем лебедку и высовываем тебя сейчас надо дальше до снять этот процесс вообще что мы планировали сейчас вылази с окна доставай сзади лопату и откапывай это все дело снимали в топ gear сценаристу знаешь да скажи спасибо что тебе не письмом передают информацию блин ну да они как-то вообще по-старому еще чок я потом залазить сюда ним за верхние штуки понял и вылази задом понял как то есть спиной ко мне коварный план ты не вымазаешься и не испачиваешь ты вы дядька принца ты можешь вылезти вылазь задом спиной ко мне через багажник можно вылезти не подтянись как на турники бонжур гамлет ходим в кабинет я сейчас процитирую одного своего друга ты считаешь что я дебил давай за багажник не держись ну все считается ты мне скажи нахрена ты сюда снимаешь я вылазил чак не кто-то снимал хоть нет смысле можно было чуть дальше ну тогда ты просто бампер бы снял той бампер и там уже дерево торчит так что сейчас мы чуть-чуть лопаткой вот этот слой снимем залебедимся с эко стропой и поедем но ребята наша лопата просто ах по итогам всех уже тестов сколько раз мы уже и копали на просто волшебно 250 гривен или это сколько 10 долларов или 800 тысяч рублей ну чтобы все понимать нам понадобится скорее всего эко уася стропа тут возможно удлинитель но это точно я не знаю и что точно понадобится это вот эта хрень есть так вот ли ну я вроде все прыгал ли я думать пройдет да а у тебя что проставки есть я не учел про ставки твои все перечел ну да у тебя шахов man 25 23 лепи обратно так я захожу сюда вот это у меня перевернет вот здесь она мне не даст перевернута хорошо ребята ну помните если машина переворачивается надо снимать очень некачественно иначе не поверят что это не постанова так 1 2 я не знаю за каком и дерево лебедиться будем но он зато далее аж за дальние а у нас не хватит мне кажется лебедки но может за этот я не 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 подозрите какое ты имеешь ввиду дальние я думал аж зато вот давай попробуем ладно сюда если понадобится дерево у меня удлинитель есть просто не хочется его разматывать ну шо пацаны так тебе помогать ну конечно я думал ты типа на спор сам готов да стой саня останови лебедку а ты разблокировал это я понимаю так и что с этим делать хорошо я сделаю не извини нету рядом греты никто не поможет значит провожу мастер-класс по лебедению с экостропой я смотрю ты даже с нее шильдики не посрывал ты собираешься пацанам вернуть обратно еще 14 дней уже прошло но мы по знакомству может главное она засрется со временем никогда ее не стирать почему потому что она сразу разойдется по волокнам по бороде далее шакл так так можно сам за себя вот так а нафига быстрее как надевать шакл знаешь да как будто бы про презерватив говоришь теперь самое главное в этом всем деле что ну и кроме того что этикетку в конце закручиваешь до конца и и полоборота назад полоборота назад иначе хрен потом снимешь это я уже где-то слышно теперь это как при рентгене на себя вешаешь да это знаете что чтобы не пробило это гаситель если обрывается наша эта хрень то она никого не убьет по крайней мере теперь держишь трос и ты будешь гасителем все на самый низ цепляй не по центру эту по центру ставь так она же по земле будет сейчас волочиться ее подвигать надо я сейчас на тяг сделают заблокирую эту я пока залажу мне кажется это офигенно оба садрит и зачем то повернул колеса вправо тебе надо наоборот и сейчас влево повернуть Отпусти себя чуть-чуть. А? Чуть-чуть отпусти ребятку. Так, и колеса вправо. Влево, 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 влево. Влево, еще влево. Еще, 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 еще. Еще, 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 еще. Ты же сотри, здесь ветка. Не-не, не переживай. Отпусти ребятку чуть-чуть. Чтобы не попортить электроусилитель. Стоп, стоп. Теперь чуть-чуть спускайся назад, чуточку. И, о, супер. Вот так колеса оставляй. Можешь ехать. Вот здесь ветка, понимаете, а это надо как-то... Хорошо, погнали дальше. Не, не поворачивай влево руль, ты так не уедешь. Сейчас нормально проходит. Вот так руль держи. Отлично. Теперь вправо чуть-чуть. Сань, снимай. Вправо руль. Вот отсюда, ближе, сюда, сюда. А ну, Сань, замри, замри, Сань, замри. Сань, ну ты уже вылез, считай, что единственное, что... Сань, попробуй без лебедки. Все, спасибо. Я просто хотел показать, что у него нет передней блокировки. Стоп, стоп, стоп. Серега, перейди, пожалуйста, теперь сюда. Сань, ну сейчас есть одна проблема. Ты больше газа давай, потому что у тебя сейчас очень угол уменьшается. А эта штука, накидка, не будет сейчас терять? Не, ну ты выйдешь. Ее замотает в катушку лебедки. Япон. Так придумано. Погнали. Стоп, 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 стоп. Слушай, оно как заматывает, таки разматывает. Ну что, следующий? Ухуууу. Да, это было красиво, я считаю. А? Это было красиво. Что, следующий? Да, да, где мы... Что-то стропу туда не прячь, да? Да, да, сейчас я, ну, пусть здесь торчит. Люди говорят, нахрена Джимни лебедка, чтобы вытаскивать других. Типа, Джимни легкий. Я видел, как Джимни, блин, 80-ки старые, Джимни вытягивает 80-ки. Потому что, когда ты тянешь, ты не тянешь под горку мертвую машину. Она тебе помогает. А это якорь, блин, в порядке. Ладно, все, я сворачиваюсь и уезжаю. Да, ты тогда оставляй стропу и отъезжай в сторону, да? Все. Это нас с блоками? Типа, да. Это нас с блоками? Ну, кстати, какой-то звук странный был. Так, а ну, я сейчас пробегусь за тобой. А, там же, ну да, в принципе, там же. Паш, с окна давай. Паш, с окна давай. А это обязательно? Ну, чувак, все надо повторить. Сань, ну, слушай, ты сколько весишь? 90. А ты? Я не буду спрашивать про размер джинсов. В каком месте? Слушай, а в таком ракурсе ты реально в два раза больше джинни. Ты как на радиоуправлении тачка только что была. Кстати, вот интересный момент. У меня услышал, вот в какой-то момент, когда он начал буксовать, начал тю-тю-тю-тю вот так лупить. Да, есть что-то. Это что такое, не дай? Это что-то железное было об железо. А у тебя такого не было? Не, она когда буксует, что-то такое типа есть. Но я не думаю, слушай, не было ничего, что ты себе что-то порвал. У нас настолько порожняковая здесь, а в джинни настолько все крепкое, судя по драйву, бортовым журналам. А что вот тут что-то драхнуло, так, Серега, ты сюда, вау? А у меня что же, ты наезжаешь там, на какой-то то ли корень, то ли хрен знает. Ну, он прыгнул просто, перед наторвался. А снялась? Да. Так, ну что? Лебедку. 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 Лебедок. Все, я еду. Давай, подгазовывай, помогай. Не, ты смотри, Антоха, ты траекторию просто смотри, крюка. Готовы? Давай. А что это за звук? Давай, давай, это здесь просто обвет. Все? Стопэ? Да. Отлично. Боевое крещение лебедки, можно сказать, потому что мы так до этого баловались больше. Слушай, а тебе не кажется, что у нас чуть-чуть... Не, не может быть толще трос. Не может быть, правильно? Да хрена, у вас лишена на больше килограмм, может быть, чуть-чуть и есть. Хотя, я не знаю, там от троса зависит или от мотора? Мне кажется, трос там с запасом и так. Может быть, не знаю. В общем-то, покатались, оба заехали на лебедке. Лебедка маст хев при любых раскладах. Отпускай. Теперь другую крючку. Ваш外ка. Смотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, берите тарелки. Ух! Берите тарелки, ребят. Да, такой коранок. Блин, я сейчас буду есть. На кухне берите тарелки. Что, ты фаяришь? Я пока снимаю, давай. На кухне? Слушай, ты только что говорил, что это спальня. Спальня, кухня, два стола. Там все есть. Подержи, я сфоткаю. Судочек. Судочек. Началось. Подержи, я сфоткаю. Инстаблогеры. Давай, Анатолий, сделаем фотку для инстеймеров. Потому что, как всегда, у нас тема очень стрёмная. Как это называется? Сань, скажи слова нам сказать. Что мы сняли там. Ой, чувак, я ничего не хочу говорить, я хочу есть. Короче, если после этого видоса у вас резко поползут спасибо вверх подписчики, то знаешь, что это голодные, бездоленные люди. Это макароны по-кубински. Как вы придумали. По-кубински. Кубицки. Держи. Так, я что-то разогнался, сейчас себе не хватит. И Ярику еще. Сань, ты не переживай, если что, я с тобой не поделюсь. Я знаю. Я поэтому и переживаю. Держи. Хорошо, а что вы самое крутое готовили? Самое крутое? Да нельзя так сказать. Каждый раз под настроение, знаешь, бывает. Вкусно. Вкусно, наверное. Броттерброд, наверное, один из столб. Давай я с ним поделюсь. А, бля, что ты руку, блядь, подержи, подержи. Пуста. Термосудочек. 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 Это Ярику. Термосудочек. 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 А где еда? Какая еда, блядь? Смотри, а он знал. Тупо. Смотри, как. Чётко. Смотри. Крышечка. Термосудочек. Так он ещё и термо. Та ты ещё и горячий поесть. Та всё тёпленькое будет. Что вы не хотите. Ха-ха-ха. Та. Та.